Добрый день, дорогие друзья! Интернет-телевидение Чикаго приветствует вас. Меня зовут Майкл Мелехов и у меня на связи сегодня гость. Москва, Россия. Экстрасенс, парапсихолог, медиум, гадалка Елена Порецкая. Майкл Мелехов, известный человек в эзотерических кругах. Я рад, Елена, вас приветствовать у нас в эфире. Привет, Иван Майкл. Привет, Чикаго. Елена, вот такая интрига. Все мы живем в материальном мире, все мы мыслим материальными вещами и реагируем на ту информацию, которая поступает в каждый, конечно, по-своему. Но кто-то реагирует адекватно, кто-то реагирует неадекватно, кто-то воспринимает эту информацию благодаря нашим органам чувств, а кто-то воспринимает ее, как вы, и как другие люди, некоторые воспринимают ее совсем по-другому. Скажите, вы этим занимаетесь профессионально и довольно давно. Каким образом вы к этому пришли, довольно коротко, и каким образом вы помогаете тем людям, которые все-таки живут в материальном мире? Ну, я пришла к этому направлению, наверное, с детства, то есть как-то. И уже 18-19 лет я гадала на простых картах, и у людей избывались какие-то вещи. Потом я стала заниматься этим серьезнее, читать книги. В 90-е годы как раз стали выходить книги по этой теме, эзотерика. И, соответственно, встретила человека, который на тот момент явился и моим учителем тоже. Мы с ним прожили и проработали 11 лет. Всего лишь на его курсах я была три раза. Все остальное время это был быт и организация его направления. И сейчас, в принципе, уже с 2002 года я работаю сама. Да, я применяю какие-то знания, как мы после школы их применяем, естественно. Но у вас школа только была другая, правильно? Что? Школа у вас была другая. Да, школа у меня была такая жизненная, 90-х годов. Мы ездили, гастролировали, печатали на дому книги. Все это было в режиме встал, поднялся, отжался, сделал. То есть никакого особого богатства в этом не было. Все уходило в оборот. И в итоге я просто с нуля в 2002 году с детьми вместе начала, уйдя от своего бывшего мужа. Потому что я поняла, что человеку нужна свобода. Он этого хотел. И я тоже устала от какого-то такого режима. Я начала свое дело. Елена, понятно, понятно. Я к тому спрашиваю. Вот вы сейчас сказали 90-е годы. Ну, 90-е годы характеризуются, в России имеется в виду тем, что разгул какой-то такой слишком активности криминальной имеется в виду. И вот в этой связи... В 90-е годы, да, было достаточно опасно все. Очень много криминальных авторитетных разборов было. И очень многие, кто выступал или гастролировал, в том числе и шоу-бизнес, они были под определенными крышами. Но так как мы как-то обходили все это, у нас, слава богу, все было нормально. Мы особых денег не разрабатывали как шоу-бизнес. Мы просто удерживали свое направление и пытались его развивать. Да, я прошу прощения, у меня вопрос другого плана. Существует мнение, это относятся термины, разные могут быть, я бы назвал это кармическим термином, но существует мнение, что те криминальные авторитеты и те люди, которые в 90-е годы занимались вот такими вещами, неправомерными, скажем, непротивоправными, они сегодня, и те, которые ушли из этой жизни, поскольку они были, будем прямо говорить, и убиты, они сегодня рождаются. И это, опять же, очень такая интрига здесь, потому что не все понимают и не все верят о том, что существует такое понятие, которое называется инкарнацием. Так вот, сегодня люди реинкарнируются в другом теле, и они теперь дети. То есть прошло время, и вот они рождаются опять, и вот они рождаются больными, они рождаются какими-то ущербными. Вот расскажите, пожалуйста, об этом. Есть такое, что те, кто в 90-е годы уходил в криминал и, по сути, беспредельничал, это сейчас так называется, и тогда тоже, соответственно, эти люди уже потом за счет своих косяков в прошлой жизни сейчас рождаются как раз проблемными детьми. Либо они без семей, либо они дедомовские, опять же, вообще абсолютно ничьи, либо у них болезни какие-то. Кстати, вполне у благополучных родителей они могут родиться кармически завязанными с той историей, которая была в их роду. Кстати, то же самое присутствует, если взять 1917 год, и те, кто обрушил Россию тогда, по сути, та мясорубка, которая происходила в России и, в принципе, в советские годы по отношению к дворянам, я считаю, что это сейчас эти люди родились, и многие, в принципе, стоят у власти. То есть все равно они как бы доделывают то, что они не доделали, либо ухудшают, либо улучшают. То есть поэтому такое сложное состояние вещей вообще в мире, и в Америке то же самое происходит. Очень многие, кто был в те годы при каких-то делах, они, опять же, не доделав что-то, рождаются в новом теле, соответственно, и опять же доделывают какие-то кармические обязанности, которые не доделали в той реинкарнации. То есть, ну, как бы это круговорот событий, и мы все равно к этому все возвращаемся. Поэтому криминальное братство того времени 90-х годов, оно, естественно, сейчас рождается в том или ином ключе неблагоприятным. Лен, скажите, вот раз мы уже заговорили о реинкарнации, скажите, вот такой вопрос у меня к вам. Ну, вроде бы говорят, опять же, это проверить сложно, но тем не менее есть люди, которые это утверждают буквально. Вот реинкарнация или инкарнация, точнее, Ленин, он переродился? Нет, у меня нет ощущения, что он переродился. Я вообще считаю, что Ленин, он так и завис над Мавзолеем. Это некая вот, как бы, если посмотреть, астральная проекция его души, она над Мавзолеем. То есть он не переродился. И как будто бы это висит над Россией до сих пор. Я думаю, что это тело надо сжечь. Можно сделать музей из Мавзолея как таковой, да, с фотографиями, что это было. Хороший эксперимент по бальзамированию такого человека. Но его душа должна освободиться и только через костер теперь, потому что тело уже не примет земля. Оно не переработается. И тогда в России изменится многое в лучшую сторону. Потому что, в принципе, изначально Ленин был, ну, как и хороший, так и плохой, назовем так. То есть в нем была двойственность. Да, ну, хорошо. Дорогие друзья, обращаясь опять же к слушателям, телезрителям нашего канала интернет-телевидения, мы беседуем с парапсихологом, экстрасенсом Еленой Порецкой. И вот такого мнения. Елена, я вчера беседовал с одним тоже очень интересным человеком. И в нашей беседе как-то так получилось о том, что всплыло имя для многих Бога, Иисус Христос, который уже оказывается, вот по его утверждению, его утверждению, он уже второе пришествие. Но он, правда, знает об этом, но не пользуется. То есть это совсем уже другая личность, естественно, и с другими уже потенциалом. Но уже это произошло. Как вы считаете? Ну, если абстрагироваться сейчас от имени Иисуса Христоса, вообще просто о божественной сущности, которой захотелось поиграть в человеческую жизнь, действительно есть перерождение таковых в обычного человека. Как вводится, они не участвуют в глобальных процессах, они как наблюдатели. Потому что задача такого перерождения у таковой сущности это в корректировке тех или иных событий в мире которые, допустим, через человеческое тело видно иначе, чем астрально, когда они над предметным миром. То есть другое осязание, другое ощущение, другие формы. Иногда они таким образом что-то тоже отрабатывают. Но опять же, сущность Бога как таковая, подсознательная часть его, она всё равно над миром, потому что полностью такая сущность не может войти в человеческое тело. Поэтому он может и не помнить себя как таковым Богом. Он может ощущать только ту задачу, которую ему надо выполнить на земле, допустим, в этом теле, в котором он родился. Хорошо. Ну, давайте тогда мы отойдём от такой личности серьёзной, Бог или Сын Бога. А вот перейдём к нашим земным личностям, тоже достаточно известным. Ну, я читаю достаточно много, общаюсь тоже с людьми, которые как бы обладают такими способностями. Вот, скажем, вы сами упоминали о том, правда, не называя конкретного человека, о том, что, скажем, Ванга, Баба Ванга, она уже воплотилась в новом теле. Это правда? Ну да. Это ваше ощущение? Это как бы... Ну, я даже знаю, в кого она воплотилась, но я это не буду озвучивать. Вы знаете, я ещё раз беседовал с одним человеком в подтверждение того, что я читал, я задал вопрос. Такая личность одиозная, известный во всём мире предсказатель всех времён народов Настрадамус, он тоже уже воплотился, возродился, и его имя не называется. Ему сегодня, скажем так, примерно лет 10, но он существует. Как вы к этому относитесь? Тоже возможно, абсолютно. Но вообще, когда подобные личности, состоявшиеся в определённом имидже, статусе, как Ванга, Настрадамус, часть их энергетики, часть их вложенного в предметный мир, она так и будет зависать. И уже родившись, допустим, человек не будет ощущать своей глобальной связи с тем, что он был там Настрадамусом или Вангой. Даже он будет отрицать это. Мало того, это, как знаешь, проходит время, мы оглядываемся на себя прошлым и думаем, какие мы были дураки, что вот делали так-то. То есть здесь, наверное, принцип, или почему мы сделали так. То есть, или наоборот, мы были молодцами, да, мы прошлым себя всегда так оцениваем. Здесь тот же самый принцип. Во-первых, любая реинкарнация человека, она помнится как сон. Как сон, и если ты где-то получил ощущение, подтверждение, что ты был в прошлой реинкарнации таким-то человеком, то оно никак не накладывает отпечаток на эту реинкарнацию. Ты не связываешь эти две. Единственное, что когда ты заходишь, допустим, в какое-то место, где есть предметы быта этого человека, и, допустим, ты ощущаешь себя кем-то, кем ты раньше был, то ты можешь чувствовать грусть по тем или иным книгам или предметам, ну вот это как у меня было, да, что вот, допустим, я ощущала это, что, ну я себя сейчас не связываю, допустим, с тем, кем я была в прошлой жизни. Но единственное, что чувствуются те события, и остро ощущаются те переживания, которые были связаны с той эпохой, в которой ты как человек жил. То есть человек может чувствовать очень острое ощущение средневековья, если, допустим, это человек был нострадамусом, да, он может очень углубиться в историю, понимаешь, он практически может быть не экстрасенсом даже, а отрабатывать какие-то другие принципы. Но еще раз все-таки скажу, что те, кто эзотерически направлен, у них все равно, если они не делают каких-то нарушений оккультных, да, беззаконий, беспредела, то тогда эти люди развиваются дальше, и каждая их следующая реинкарнация, она все равно оставляет в них способности вот эти, и они их либо применяют в той или иной жизни, уже так, как они имели опыт в прошлом. Понятно. Елена, я прошу прощения, у нас очень немного времени остается до конца этого сегмента нашего интернет-ТВ. Последний вопрос я хотел вам задать. Завтра в Соединенных Штатах будет пресс-конференция президента, выбранного президента Дональда Трампа на предмет того, что якобы, опять же, ну так говорят некоторые службы, была кибернетическая атака на сервера, которая защищает, ну в общем-то, страну, можно сказать, Соединенные Штаты Америки, и есть даже такое мнение о том, что и выборы были, в общем-то, подтасованы в плане того, что электронные вот эти вот атаки, они послужили тому, что был выбран президент Трамп, а не Хиллари Клиндон. Он это отрицает, он говорит, что такого быть не может. Как вы считаете, это было место или нет? Ваши ощущения? Я считаю, что там не было подтасовки, Трампа выбрали правильно, кармически он хорошо прям вложился, вошел в Америку. И единственное, что ему нельзя быть радикалом относительно каких-то... Это вопрос мы, да, не обсуждаем. ...меньшинства и женщин, то есть ему нельзя быть жестким. Советов мы ему давать не можем, советы президента не даются. Но тем не менее... Я считаю, что не было никакой хакерской атаки, допустим. Не было. Я считаю, что больше опасности у США, кстати, как ни странно, от ИГИЛа, ну вот от этих боевиков, чем от России, потому что Россия, она не воюет ни с кем, она просто защищается, и Россия не будет лезть в чужие страны и управлять там процессами. Понятно, ну понятно, сейчас, да, сейчас, простите, это мы уже анализируем, я задал вопрос, ваше мнение. А скажите, я надеюсь, опять же, 2017 год, мы еще об этом поговорим в следующих программах, ну, по вашему ощущению, 2017 год, надеюсь, не принесет никаких глобальных изменений в мировом масштабе, в масштабе отдельной страны, ничего такого серьезного, не дай Бог, не произойдет? Все-таки вижу, что если люди не обратят внимание на экологию земли самой, и не перестанут гадить себе под ноги и воздух, да, соответственно, могут быть именно экологические проблемы. Людям надо менять сейчас абсолютно все, весь подход к природе, к земле, потому что... Лена, я, простите... Где-то, и это будет тяжело и опасно, и, возможно, фатально. Простите, Лена, я вас прерву. Пока еще есть возможность изменить ситуацию. Простите, я вас прерву, дело в том, что для этого не надо быть экстрасенсом, это и так всем понятно, я спрашиваю мнение экстрасенса, видите ли вы или нет. Я сейчас говорю, как экстрасенс. Я сейчас говорю, что 2017 год, он решающий, то есть в 2017 году идет момент изменения, уходит, во-первых, логика столетия революционных моментов и военных прошлого века, то есть оно как бы уходит. И сейчас все люди грамотно перешагнут это и не будут упираться в военные конфликты, а начнут разруливать все по-другому, то в какой-то степени мир будет продолжаться. Хорошо, хорошо. Но этот год решающий, он дает новую точку опоры для многих, но и для кого-то он будет фатальным, это понятно. Хорошо, спасибо большое, Лена. Дорогие друзья, наши уважаемые видеозрители, интернет-пользователи, мы беседовали с парапсихологом, экстрасенсом Еленой Аперецкой, меня зовут Майкл Мелехов, спасибо вам большое за то, что вы смотрите наши программы. Если у вас будут вопросы, то ли к интернет-телевидению Чикаго, то ли лично ко мне, то ли к Елене, пожалуйста, пишите, и мы обязательно ответим на все ваши вопросы. А сейчас спасибо, Елена, спасибо большое, всего доброго, до свидания, до новых встреч. Все, пока, Майкл, до свидания. Пока, Чикаго.